Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Десять лет назад компания друзей отправилась в путешествия. Они снимали свои приключения на любительскую видеокамеру. И даже не думали, что начинают культовое тревел-шоу «Орел и Решка». Орел! 530 выпусков. Десятки звездных ведущих. 60 миллионов телезрителей во всем мире. Миллиард просмотров на ютубе. О нас говорила даже Мадонна. Я впервые что-то выиграл! В честь десятилетия мы дарим нашим зрителям 10 выпусков, которые проведут суперзвезды. С днем рождения! С днюхой вас, друзья! Поздравляю! День рождения! Ву-ху! С днем рождения, Решка! С десятилетием больше путешествуете! Открытых границ! И отрицательных тестов на коронавирус! С днем рождения! С десятилетия! Люблю до чертиков! Сотни стран и тысячи городов. Путешествие с Орел и Решка – это всегда изобилие эмоций, впечатлений и возможностей. Берем от приключений все вместе с премиальной картой Мастеркард. Вот это уровень, вот это я люблю. Важно узнать только пароль и выделить каких-то пару секунд для удобной оплаты. Встречайте! Наша первая звездная ведущая – Катя Варнава. Десять лет назад, когда родилась Орел и Решка, Катя только начинала свою карьеру в популярном шоу «Камеди Вомен». Сегодня Катя Варнава – ведущая рейтинговых телепроектов, актриса и блогер с семью миллионами подписчиков. Три года назад она уже была ведущей «Орла и Решки» и со ста долларами пыталась два дня прожить в Африке. Всем привет! Меня зовут Екатерина Варнава. Я хочу поздравить моих любимых Орел и Решка с десятилетием. Вы же как десятилетний пацан, ну, семиклассник. Я желаю вам побыстрее пройти пубертатный период, избавиться от прыщиков и, наконец, лишиться детственности. Если вам нужна моя помощь, всегда зовите, я всегда свободна для вас. С днем рождения, с десятилетием. Так, ну ладно, все, давайте сейчас серьезно снимаем. Жень! Женя! Давай быстрее иди сюда. Ну где ты ходишь, у нас съемка. Второй звездный ведущий, лучший друг Кати Варнавы – Женя Бороденко. В год, когда «Орел и Решка» впервые вышла в эфир, КВНщик Женя попал в основной состав нашумевшего мюзикла «Чикаго». А сейчас, спустя 10 лет, он звезда экрана и сцены, комик-шоу-камеди-вумен, танцор и просто красавчик. Меня зовут Евгений Бороденко, кто не знает. Жень, мы в Канкуне, в Мексике, вообще никто не знает. И спокойно можно ночевать в аэропорту или на пляже абсолютно бесплатно. Я бы лучше сходил на пирамиды майя, говорят, вы с ними одного возраста. Так, еще одно слово, я бутылку со стадоирами спрячу к тебе, если ты понимаешь, о чем я. Конечно, понимаю, но об этом чуть позже. Орел! Решка! Я выиграла. Если попадает ряда, значит, я выиграла? Ну точно это Решка, по-моему, это Орел. Это Решка, там очкастый мужик, это Решка. Я выиграла! Я впервые что-то выиграла! Я выиграла! Да подожди, она опять упала Решкой! Давайте через стоп, ребята, сделаем. Да какого беда через стоп? На тебе! Вот я всегда знал, что она деньги любит больше, чем друзей. Это всегда была такая история. Я бы реально богачка! Мы вчера сказали, что я буду бедная. Какой кайф! Я просто реально представила, как я буду ночевать в трущобах. А вообще в меня никто не верил. Мне сказали, что мы как бы все знаем, что ты будешь нищей опять. Я говорю, ну как, я два года назад была нищей. Он говорит, ну так бывает. Так бывает, понимаешь? И я такая, я сегодня проснулась с таким ощущением, помедитировала такая. Ну прям потерпела, пошла пописывать. Потому что думаю, надо как бы вообще вот в себе тренировать вот такую выдержку. Потому что я нищая. А сейчас я прям хоть здесь могу пописать. Класс! Спасибо тебе большое. Хороший ты человек. Или плохой. Пока не понятно. Ни в чем себе не отказывай. Отмечать десятилетие Орел и Решка мы с Женькой будем на самом популярном курорте Мексики – Ривьере Майя. Ривьера Майя – это 140 километров идеальных белоснежных пляжей. На берегу идеально лазурного Карибского моря. И идеально изумрудных джунглей, окутанных легендами древних майя. Да-да-да, ну вы поняли, это самое идеальное место для праздника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жив! Лимузин! Это же лимузин? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не идет? Откровенно говоря, когда видишь такие лимузины на свадьбах или с нетрезвыми выпускницами, думаешь – господи, ну неужели такие машины еще кто-то заказывает? Вот у меня ну точно такого не будет. Но когда такая махина встречает тебя лично в аэропорту, то ощущения совсем другие, поверьте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, какой ткат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут все лед. Это, видимо, для одной ноги, а это для другой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бокальчики. Слушайте, я тут хочу остаться на месяц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я обожаю этот проект. Ребят, с десятилетиям вас. Просто с десятилетиям. Будьте счастливы. Вы хорошие люди, правда, с хорошим вкусом. Потому что вы выбираете лучших ведущих. На своем лимузине за полторы тысячи долларов в сутки я отправляюсь в самое дорогое, самое богатое и пафосное место на ривьере Майя. Город Канкун. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полторы тысячи, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот. Тысяча девятьсот песо и пятнадцать копеек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прежде чем приехать сюда, я посмотрел выпуск «Орла и орешки» вместе с Андреем Бедняковой и Жанной Бадоевым. И знаю, что Канкун – это, конечно, местечко для богатых, куда я, собственно, не вписываюсь совершенно. В откатке там будет хорошо. А мы с вами, я думаю, поедем в другое местечко – Плая Дель Карма. Чтобы туда доехать, нужно нам найти автобус. Плая Дель Карма – небольшой городок на побережье Ривьеры Майя. Но в отличие от дорогого Канкуна, цены там в три раза дешевле. Пока я не знаю, как его найти. Пойдемте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нас все водят по кругу. Одна сказала, нужно идти в одну сторону, другая сказала, что нужно идти в эту сторону, третья сказала, что нам нужно выйти отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В поисках транспорта главное не попасть на таксистов, потому что таксисты здесь, как и любые другие таксисты, они никогда не знают, где найти автобус. Фух, в общем, через 15 минут я разобрался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно найти бесплатный шаттл, который идет до 4-го терминала аэропорта, а уже там купить билет на автобус до Плая-дель-Кармен за 208 песо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открываем шторку и едем скорее на море, друзья. Потому что мы в Мексике. Что может быть круче, чем море в Мексике? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, кстати, что захватил с собой яблочко. Вот никогда не знаешь, когда оно тебя выручит. Сейчас самое то время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот я и в Канкуне, главном курорте Ривьеры Майя. Это центр морской, пляжной и ночной жизни всей Ривьеры. Здесь закатывают самые шумные клубные вечеринки. Грандиозные шоу-программы. А богатенькие американцы гуляют тут свои роскошные свадьбы. Самый шикарный район Канкуна – это 30-километровая песчаная коса. Которая по форме напоминает гигантскую цифру 7. Это счастливое для Канкуна число приносит ему миллионы. На косе выстроились самые дорогие отели Мексики. Цены в них стартуют от 100 долларов в сутки. И это в захудалой трешке. Но посмотрите на них. Они все напоминают какие-то советские санатории. Настоящие богачи в таких пансионатах не живут. Они выбирают вариант постильнее. Ну что, малыши, во время неинтересного сюжета с бедным Евгением у вас была возможность сходить на кухню, сделать чай и съесть пару-тройку бутербродиков. А теперь о главном. Мамочка дома. Я наконец заселилась в гостиницу своей мечты. В отель в раю. Так вот, в этом отеле могут останавливаться люди только с утонченным вкусом и большими деньгами. Называется он Каса Малька. Чтобы вы понимали, когда-то этот отель, вернее дом принадлежал самому Павлу Эскобару. Но об этом чуть позже. А сейчас пойдем посмотрим, где я живу. Ну смотри, ты казалось бы зашел в большую комнату, как будто это холл для гостей. А это всего-навсего ванная с раковиной. Ты видишь, насколько утонченно все здесь выполнено. Просто. Прости, я не могу встать. Это очень мягкий ковер. А это просто коврик для ног. Невозможно перестать это делать. И что мы имеем здесь? Душ, иди сюда, посмотри. Это просто огромный камень и лейка. Ты видишь, это настоящий арт. У хозяина этой гостиницы сразу несколько арт-галерей по всему миру. Он очень богатый человек с исключительным вкусом. Как арт-объект, как музей. Я живу в музее, господи. Очень приятно. Хочешь попробовать? Здесь у нас гостиная выполнена достаточно в раритетном стиле. Мы тут сплетничаем с подружкой. Так почему ты говоришь, тебя называют себе бревном? Искусство. Искусство 2. Старое искусство. Шкаф антик. Сейф зонт. Холодная мраморная барная стойка. Барные стулья. Две штуки. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Все? Ходят слухи, что виллу построили по заказу самого известного и самого богатого наркобарона в истории – Пабло Эскобара. Говорят, это был его личный бетонный бункер с пуленепробиваемыми стенами. И темным прошлым. И после того, как Эскобара застрелила полиция, виллу выкупил нынешний хозяин. Нью-Йоркский арт-диллер Лио Малька. Переделал тут все на свой лад и превратил бункер в галерею, где выставил дорогие предметы искусства из личной коллекции. Удивительно, но факт. Люди, которые не могут поселиться в этом отеле, потому что здесь все забито, на много-много месяц вперед, платят по 100 долларов только за вход, для того, чтобы сфотографироваться с арт-объектами в этом музее. А фотографироваться здесь, поверьте, есть с чем. И что самое интересное, это не копия, это оригиналы. Говорят, что вот эта композиция Кавса стоит несколько миллионов долларов. Да, малыш, я тоже в шоке. И такого сказочного добра здесь полно. Казалось бы, обычный стол. Обратите на ножки внимание. А это знаменитая работа художника Йоа Минзу. Минзу, 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 Минзу. Короче, имя тут. И прямо напротив, по соседству, картина Марка Райдена «Чайная вечеринка Розе». Пожить в окружении шедевров стоит от 1000 долларов за ночь. Неплохо. Ах да, еще один шедевр. За стенами моего арт-бутик-отеля. Это один из лучших пляжей Ривьеры Майя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы в Плайо Дель Кармен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, здесь нет таких пафосных отелей, как в Канкуне. Но есть такое же лазурное море и такой же песок цвета ванильного сахара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем платить больше? Мы не виделись с тобой почти год. Целый год я мечтал о тебе. Господи, как это было тяжело. Ты просто снилась мне каждый день. Ну все, я бегу к тебе, море! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда у тебя уже есть дорогая крыша над головой, можно и поразвлечься. Богатые туристы на ривьере Майя едут на отдельный остров – Косумель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он славится своими местами для дайвинга, и здесь можно найти все виды погружений. Я, конечно же, выберу самые крутые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое погружение в морскую пучину на настоящей подводной лодке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погружаемся! Блин, здесь холодно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ожидания. Погружение на настоящей подводной лодке, сертифицированной береговой охраной США на глубину 100 футов! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Невероятный подводный мир со множеством морских обитателей! СТО ДОЛЛАРОВ СЧЕЛОВЕКА Так, послушайте, а в какой момент у вас тут включают музыку облома? По-моему, уже пора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты думаешь, это максимальная скорость? Которую мы будем передвигаться? ЛАЙ ДОЛОВСИТ Я пока себе представляла это несколько иначе. Ну, я думала, что как бы он? Р-р-р-р. И как бы акулы, киты, дельфины, русалки. Понимаешь? Я жду акулку. Хотя в маленькую акулочку. Беда этой прогулки в том, что на морское дно смотришь как будто через синий мусорный пакет. Максимум, что видно, это кораллы и большие губки, похожие на кувшины. Мы тут просто посмотрели рыбок, посмотрели кораллы, посмотрели водоросли. Все. Не знаю. На ривьере Майя и для бедного туриста полно возможностей понырять. Но самый изюм – это занырнуть в сенот. Сеноты – это чудо ривьеры Майя. Это такие гигантские природные колодцы с чистейшей бирюзовой водой. Я приехал в один из самых живописных – сенот Каса. Сенотов в Мексике много, я думаю, что про них вы слышали, но этот отличается от всех тем, что здесь можно поплавать с крокодилом. Я не совсем уверен, что я это хочу сделать, но нет, я все-таки хочу это сделать. Пойдемте. Значит, как все происходит? Толпа туристов под руководством гидов-дайверов плывет вдоль сенота и ищет того самого динозавра. Слушайте, я вам так скажу, крокодил живет в обалденно красивом месте. Я ему даже немножечко завидую, но самого его что-то не видно. Вода в сеноте, как прозрачное стекло. Видно каждый камушек и каждую водоросль. А какой тут богатый подводный мир? В принципе, и аллигатор уже не так нужен. Мы подплываем, вроде бы, к тому самому месту, где люди не боятся крокодилов. А вот и он. Тот самый страшный и ужасный крокодил. Так, Катька, можно я у тебя одолжу твою музыку облома? Ну, в общем, крокодильчик в сеноте оказался подростком. В длину не больше метра. Как только его видишь, сразу становится его жалко. Эта бедная ящерка изо всех сил пытается притвориться деревом, чтобы только от нее все отстали. Думаю, я бы на месте крокодила поступил точно так же. Слушайте, здесь невероятно просто. Невероятное солнце, очень чистая вода, очень хочется купаться, нежиться. Но поскольку я с недавних пор счастливый обладатель золотой карты, я не буду просто купаться в чистой водичке. Я буду выпендриваться. Так, подводным лодкам я уже не доверяю, а подводными Ривьеры Майя увидеть, конечно, хочется. Так что в этот раз я доверюсь Си-Уокеру. Си-Уокер Си-Уокер – это такой тяжелый шлем, в который по трубке подается воздух. Погружаться в Си-Уокере можно без всяких дайверских сертификатов. Единственное, что нужно запомнить, если покажешь вот так, тебя сразу поднимут наверх. А если вот так, значит, у тебя все хорошо. Тут главное не перепутать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, конечно, на Луне не бывала, но думаю, вот так гуляется по поверхности Луны. Почти в невесовом остении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В первую очередь рекомендую Си-Уокер девушкам, которые не любят тратиться на водостойкую косметику. В нем можно сделать себе крутую подводную фотосессию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В целом очень весело. Рекомендую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, куда мы идем? Идем заселяться. Потому что нужно определиться, где я сегодня буду ночевать. И у меня для вас есть прекрасный совет. Здесь, в Плайо-дель-Кармен, есть отличное место. Но для начала краткая предыстория. В Плайо-дель-Кармен есть мангровый заповедь, где любое строительство запрещено. Но каким-то непонятным образом, каким-то бизнесменам удалось здесь выкупить землю. И они начали строить, конечно же, отели. Правда, потом справедливость восторжествовала. Стройку запретили, а недострои остались. И вот тут самое интересное. В этих недостроях начали селиться экоактивисты. Чтобы охранять заповедник, если вдруг кто-то снова решит тут строиться. Да так и живут. Ну а что? Тепло, хорошо. И чтобы хоть как-то обеспечивать свое существование, они приглашают к себе волонтеров и даже туристов. Ну вот так вот оно выглядит. Недостроенное здание, в котором, я надеюсь, есть ресепшн. Привет, ребята! Меня зовут Эохенио. Расскажите, пожалуйста, об этом месте. Это последний участок мангровых джунглей на побережье Плайо-дель-Кармен. Вся остальная береговая линия уже застроена отелями. Наша задача – сохранить первозданную природу этого места. Мы очищаем пляжи и джунгли, сортируем мусор, спасаем животных и редкие растения. Мы продвигаем экологический стиль жизни в массы. И важный вопрос. Можно у вас переночевать? Конечно. Вот что я должен для этого сделать? Ты должен поработать у нас, чтобы сделать это место лучше. У нас полно работы и на кухне, и в джунглях, и на территории недостроя. Супер-супер, ребята, есть работа на кухне. Это то, что нам нужно сейчас, правда? Ну, то есть вы поняли, да? Тут могут дать комнату абсолютно бесплатно. Но взамен нужно минимум 4 часа отработать волонтером. Как для нищеброда со стабаксами на курорте – не самый худший вариант. Добро пожаловать в твой дом! Вау! Это даже лучше, чем я думал. Я даже не мог себе такого представить. Ребят! Это твоя комната на сегодня. Это все мое? Да! Вещи можешь оставить тут, а мы тебя ждем, чтобы дать тебе работу. Это что, шутка, что ли? У меня просто свой личный номер, вы видите? Слушайте, мое жилье ничем не хуже, чем апартаменты в каком-нибудь приличном отеле. Здесь есть все, что нужно – спальня, кухня и даже терраса. Красота! Жизнь удалась! Сорвался, простите! Будем отрабатывать комнату. Вся работа здесь, если можно так выразиться, по хозяйству. Походу я буду убирать лес, ребят. Леса здесь много, работы тоже. Не, ну нормально, смотри, вот одни разрисовывают забор, а другие тащат вот это вот все. Но зато живу бесплатно, ребята, видели мою комнату? М-м-м, делишес! Это специальная технология. Мы покрываем, значит, отходы листьями для того, чтобы не заводилась мошкара и всякие насекомые. А в дальнейшем, когда это все переработается естественным образом, это будет служить удобрением. Как никогда в жизни. ПОДПИШИСЬ! А еще у экоактивистов действует приятный принцип – кто работает, тот бесплатно ест. На ужин тоже все эко. Салат, гуакамоле, соевая котлета и рис. Ни одна зверушка не пострадала. М-м-м, неплохо. Я бы немножко добавил соли. КОНЕЦ Удивительно, но факт, Канкуну всего 50 лет. То есть по сути это совершенно молодой город по меркам любого туристического города. Но сейчас мы приехали в еще одно удивительное место, потому что этому ресторану 45 лет. То есть по сути, когда Канкун еще только строился, этот ресторан уже был. Ресторан Ла Абичуэлла – это лучшее место Мексики, где можно попробовать традиционную мексиканскую кухню. Мне кажется, это самое романтичное место на земле. Я достаточно романтична. Надо было платье купить. Я сказала, что я вегетарианка и полностью доверилась вкусу официанта. Он посоветовал мне традиционное мексиканское гуакамоле и какой-то непонятный овощной шашлык. Кстати, если увидите такие цены в меню, не спешите убегать из ресторана. Знаками доллара здесь обозначают мексиканский песо. Ладно, хватит говорить, давайте пробовать. Гуакамоле – самое прославленное блюдо Мексики. Это измельченное авокадо с соком лайма, оливковым маслом и мелко нарубленным помидором с зеленью. Послушайте, тут вообще даже не надо рассуждать. Это реально самый вкусный гуакамоле, который я ела в жизни. Ну а теперь мое основное загадочное блюдо. Выглядит как шашлык, но мяса тут точно нет. Я надеюсь. Это ананас. Вот это тоже какой-то фрукт. А это папайя. Вообще сейчас вкусовые рецепторы просто ничего не понимают, что происходит. За счет того, что они на гриле запеченные, вот эти фрукты, они прям лопаются во рту. И получается такой фруктовый фонтан во рту. А все это в перемешку с соленым и острым. Понимаешь? Вот сейчас сразу ты вообще не понимаешь, что ты ешь. Вот это, по-моему, ваш нахваленный кактус. В этом что-то определенное есть, конечно. Он достаточно мягкий. Это знаешь, что-то между картошкой и цукини. Волнуешься? Не волнуйся. Ну-ка переведи в доллары. Это сколько? Как в 3 доллара? Тоталь 976. А, ***. Ну что, вот мы и дома. Ну вырубай, говорю, вырубай, вырубай. У тебя другая комната. Чуть поменьше. Ну а что ты думал? Я же звезда. С телевидения. Ты слышишь меня, нет? В этот уикенд со мной моя премиальная карта Мастеркард. Как только попадает в руки, сразу чувствуешь себя роскошно. Оп! Пару секунд и все готово. Премиально жить не запретишь. Ривьера Майя. Ривьера Майя – это не только курорты с белоснежными пляжами. Туристы приезжают сюда из шумных мегаполисов, чтобы поправить здоровье после тяжелой офисной работы. Доброе утро, друзья. Видите, мое утро начинается с йоги. Огромное количество людей приезжает сюда за духовными практиками и медитациями. Я выбрала звукотерапию. Это знаете, когда… Ну это когда… Да просто пойдем и посмотрим. То есть вокруг вас будет постоянное звучание инструментов, и они создают специальную вибрацию, которая помогает нашему мозгу погрузиться в медитативное состояние. Это процесс действительно такой сессии, когда вы погружаетесь в полное расслабление. О, это мне нужно. Все, я готова. Чаши не только звучат, но и издают вибрации, которые не слышны человеческому уху, но ощущаются каждой клеточкой тела. Основные переходы Полэтógically Vidya До мне растений До тебя! coarse Пр츠ки Пер — statement На Я вообще не поняла, что произошло. Ощущение очень странное. У меня вообще как будто это не со мной происходило. Я так проваливалась, я периодически откуда-то выныривала, слышала какие-то звуки, они меня обратно вот так вот забирали и вообще у меня было все время ощущение, что я куда-то лечу бесконечно. Что еще делать на ривьере Майя, кроме валяния на пляже и разных медитаций? Конечно же, знакомиться с жителями джунглей. Я решил отправиться к нашим родственникам в парк обезьян. Если вы приехали в Мексику со 100 долларами, то с поиском общественного транспорта можно не заморачиваться. Говорят, здесь очень развит автостоп. Эй! Пожалуйста! Кто-нибудь! Эй! Прошел гребаный час, я стою на этой дороге, печет солнце так. Не, ну, ребят, это невыносимо все. Надо придумать какую-то другую схему. Ну, что такое, а? О, вот. О, отлично! Отлично! Ола! 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 Манки парк Акумаль! Все получилось, ребят! Все, все, все! Тэнкью! Тэнкью! Мач! 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 Парк обезьян. Входной билет сюда стоит 55 долларов. За такие деньги должно быть что-то невообразимое. Здравствуйте! Приветствую, я Стефан. Добро пожаловать в наш парк. Здесь живут обезьяны из Колумбии, Коста-Рики, Бразилии. Все они были спасены. Кого-то изъяли из цирка, кого-то из фотостудий, а кого-то забрали у нерадивых хозяев. Среди них много искалеченных и больных животных. Например, есть обезьянки без лапки. Жестокие люди поили их кофе с печеньем, закармливали, и этим наносили непоправимый вред. Дикие животные – это не домашние питомцы и не работники цирков. Они должны жить в дикой природе, поэтому мы выхаживаем их, лечим и отпускаем на волю. Обезьян в парке тьма, и все они очень разные. Есть большие, есть крошечные, а есть очень редкие. Вот львиная игрунка. А это и дипавтомарин. А это саймири. А вот эту крокатицу за длинные тонкие руки называют Екатериной Варнавой. Шучу. Паукообразной обезьяной. Конечно же, я заплатил половину своего бюджета не только за то, чтобы посмотреть на обезьян в клетке. За 55 долларов здесь разрешают зайти к ним в гости. Правда, все свои вещи нужно оставить снаружи, чтобы обезьяна их не утащила. Потом помыть руки, зайти в клетку, сесть и особо не двигаться. Кормить и брать в руки цветков нельзя. СИРЕНА 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 Вот они мои 55 долларов. А какие лапки у него мягкие? СИРЕНА 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 С Любая уважающая дама должна себе меньше, чем за час сменить лимузин на частный борт. Пойдем. Частный борт мне нужен для того, чтобы в очередной раз выпендриться. Ну естественно. Я хочу посмотреть на главный символ Ривьера Майя – индейские пирамиды. И не в толпе туристов на жаре, а как птица. Очень богатая птица. Вот так. Не лакшери подъем. Боже мой! Гуд. Мне все нравится, мне все нравится. Я единственное думаю, а где же он-то сядет, если вот тут мои ноги будут. Нормально, надо расслабиться, надо расслабиться, мне все нравится. Экскюзми. Флай? Да? Сказать, что я об этом мечтала, ничего не сказать. Мне вот чуть-чуть не хватает какого-то вкусненького тарталетчика и бокальчика. И это как бы полирнет официально это событие потрясающее. Чего, да? Я тоже собираюсь посмотреть на загадочные пирамиды Майя, но не за тысячи долларов. На ривьере Майя есть пирамиды для бюджетного туриста, ну то есть для меня. Они находятся рядом с курортным городком Тулум, куда я и направляюсь. Смотрите, как долго мы едем. Если мы доедем до пирамид Майя, то будет вообще просто до высшей степени удовольствия. Да ладно! Боже, какие бабочки в животе! И креоргазм, так вот ты какой! Сейчас ривьера Майя – самая роскошная курортная зона Мексики. Но две тысячи лет назад это была родина одной из самых загадочных цивилизаций мира – древних Майя. Ученые называют их сверхлюдьми и до сих пор не могут разгадать все их тайны. Только представьте, больше двух тысяч лет назад у них уже была своя письменность. Свой календарь на 365 дней. Они предсказывали солнечное и лунное затмение. И воздвигали города с водопроводом, канализацией и пирамидами высотой с небоскребы, которую они строили без использования металла и техники. Если есть лишние полторы тысячи долларов, частный борт и немножко фантазии, можно за час полета сложить всю историю древних Майя. Вот джунгли, в которые Майя пришли больше двух тысяч лет назад. Вот природные колодцы Майя – сеноты. Из них индейцы брали пресную воду и считали их входами в потусторонний мир. А вот и он – древний город Майя – Чечен-Итса. Посреди него стоит гигантская пирамида пернатого змея – одно из новых семи чудес света. Я просто поверить не могу. Я это все забивала в интернете, смотрела, а сейчас я это все вижу своими глазами. Я просто даже подумать не могла, что я это увижу в живую. Обалдеть, я это видела в кино вообще. Она просто с нашего ракурса стандартной полета кажется такой маленькой. Маленькая, как пепельница. А это абсолютная моща вообще. Настолько древняя. То есть они построили это так, что ни одно землетрясение, ни одно наводнение якобы не может вообще с землей стереть эту пирамиду. А вы знали, что эта пирамида – зашифрованный календарь? Четыре стороны, четыре времени года. Девяносто одна ступень с каждой стороны. Это по количеству дней в сезоне года. А всего 365 ступеней, как дней в году. А еще майя расположили пирамиду так, что в дни осеннего и весеннего равноденствия на ней появляется тень в виде пернатого змея – божества древних майя. В марте тень змея ползет наверх, а в сентябре – вниз. Но правда, такой мог построить только сверхчеловек. На берегу Карибского моря стоят пирамиды Тулума. Это единственный город Майя, который они построили не в джунглях, а на берегу моря. Ученые считают его самым загадочным из всех майянских городов. О нем известно немного. В центре города могли жить только астрономы, жрецы, инженеры и архитекторы. Обычный народ жил в джунглях. Сейчас же посмотреть на пирамиды Тулума может каждый, у кого есть 4 доллара. Местные гиды показывают туристам самую большую пирамиду в городе – пирамиду Маяк. Рассказывают про пирамиду-обсерваторию, с которой древние майя смотрели на звезды. В остальном, конечно, дико все скучно. Пирамидам не подойти, рукой не потрогать, да простят меня все ценители древности. Все, пирамиды, пока. Стойте, держитесь, крепитесь. Еще много людей хотят вас посмотреть. А я пойду. Так, а как женщине двухметровой теперь жирафу вылезти отсюда? Если он хочет так дальше продолжать телочек возить, ему надо придумать, что хочется. Моё путешествие подходит к концу, а ваше, надеюсь, только начинайте. Для начинающих путешественников, и не только, я прячу вот эти 100 долларов вот в эту бутылку. Сокровище Ривьеры Майя ждет своих кладоискателей в Тулуме, напротив отеля Эл Пэс Хотел. Ищите его на скалистом мысе под вот этим вот валуном. Не знаю, как там Женька, но я поняла, что с безлимитным бюджетом на Ривьере Майя исполняются любые желания. Я же реально богачка. Жаль только, что даже если ты будешь без перерыва ездить, нырять, летать. Обалдеть, я это видела в кино вообще. Двух дней ну никак не хватит на то, чтобы увидеть все красоты. Да, малыш, я тоже в шоке. А я честно вам признаюсь, что 100 долларов на Ривьере Майя можно было потратить и получше. Мои 55 долларов. Так что посмотрите выпуск. Кто-нибудь! И не делайте моих ошибок. Жизнь удалась. Я обожаю этот проект. Руки вверх! Блин, как я по тебе соскучилась. Я по тебе так соскучилась. Боже мой, ты еще поправился. Как прошли эти два дня у тебя? Слушай, вообще в целом мне все очень понравилось. Вот, но единственное, что я натер ногу, потом натер вторую ногу, у меня тут сыпь какая-то пошла. Ага, понимаю. И в общем я эти дни очень мало спал и я не помню, когда я ел последний раз. Это очень интересно. Слушай, подержи рюкзак, а то что-то мне нехорошо. Ага, конечно. Слушай, а хочешь я расскажу, как я эти два дня провела? Нет. Тогда слушай, когда мы с тобой расстались в аэропорту, и ты как бы долго искал либо маршрутку, либо автобус, чтобы оттуда выбраться. За мной приехал огромный джип-лимузин. Там внутри все не гала, были стаканчики, а внутри были сталпетки. И я на этом лимузине поехала в аэропорт, потому что я хотела кататься с малышкой, но потому что... Женя, ты что лег? Алло, ты хоть дышишь? И ты дышишь, слушай дальше. Короче, мы полетели на этом самолете, и там внутри были как будто пропали, это все дунги. И мы смотрели пещеры майя, вот эти вот пирамиды нереальные. Иди, 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 иди. Ну я не рассказала про отель. Не надо. Молодец, мы были не слишком унылые. Не слишком. Унылые, но не слишком. Ну, кубсичка моя. Конечно же, джип-кабриолет. Вот он! И кузин. Конечно. Заново. Я уже мокрый и потихонечку начинаю вонять. Ох, *** на брызге. Просто оба***ла дома крокодила. Так неудобно получилось. Это локация скучная, если честно. Там сидеть и делать. 55 долларов, какого *** потратил здесь? Какой Т也是 pozwоли? Это тю empreти. Читат-тюж. С ropes...